Здравствуйте, это канал Процветок, с вами Пашкевич Анна и в этом видео мы обсуждаем такую тему, как подкормка перцев, а именно подкормка рассады перцев. Наверняка вы, как и я, рассчитываете получить хороший урожай перцев, выбрали самые лучшие семена, высеяли их в хороший подготовленный грунт и сейчас, когда у нас рассада достигла стадии развития 2-3 настоящих листа, задумывайтесь о том, чем же ее начинать кормить. И я уверена, что досмотрев это видео до конца, вы найдете ответы на этот вопрос. Перед тем, как мы перейдем непосредственно к обсуждению плана питания перца, необходимо остановиться на тех условиях, в которых растет и развивается ваша рассада, потому что независимо от того, какие удобрения вы подобрали, какие замечательные сорта и гибриды вы для себя не определили в этот вегетационный период, но если мы не соблюдаем основные, минимальные, хорошие условия выращивания перца, то, к сожалению, рассада будет плохо расти и развиваться. Поэтому давайте остановимся на этом вопросе немножечко подробнее. Сначала давайте проанализируем температурный и световой режимы, в которых вы выращиваете свою рассаду. Для перца, так же как и для томатов и для баклажан, температура и свет очень связаны друг с другом. Чем выше освещенность, тем выше температура могут выдерживать наши растения. Поэтому, если у вас освещенность недостаточная, то и температура для развития рассады должна быть также небольшая, порядка 18-20 градусов. Это будет способствовать тому, что перец будет максимально стараться усвоить все удобрения, все минеральные компоненты, которые мы будем вносить в процессе подкормок. Если же у вас выращивание рассады перца происходит с использованием фитосветильников, то наверняка вы помните и знаете, что наиболее оптимальный период или фотопериод, как его иначе называют, для развития рассады перца будет являться 14-16 часов. И если вы выдерживаете минимум 14 часов на рассаде перца, то и температура для роста и развития растений может быть 23-25 градусов. Это также будет считаться оптимальными условиями выращивания. Перец, хотя и относится к влаголюбивым растениям, в народе его любят называть водохлеб, но необходимо понимать, что именно в рассадном стаканчике или в кассете, в котором мы выращиваем наш перец, достаточно ограниченное пространство. Хуже, если нет дренажных отверстий, тогда совершенно становится важным вопрос увлажнения той почвы, в которой выращивается наша рассада. Поэтому обязательно обращайте внимание на состояние влажности в почве и контролируйте внесение воды во время поливов. Лучше не долить наше растение, чем перелить. Сейчас перейдем непосредственно к подкормкам перца. Наверняка вы все помните и знаете, что первые 2 недели, первые 10-12 дней все необходимые элементы питания, которые нужны растению для роста и развития любому растению, заложены в семени. Так предусмотрела природа. Поэтому первые 2 недели мы не подкармливаем нашу рассаду перца абсолютно ничем. Также перец относится к тем растениям, которые сначала формируют корневую систему, а затем по мере того, как она сформирована, а это в среднем конец второй недели, начало третьей недели, перец продолжает развитие и наращивание уже в верхней или надземной части. Поэтому в первые 2 недели ни по каким показаниям мы не будем подкармливать нашу рассаду перцев. Первую подкормку перцев, если вы их пикируете, то лучше совместить с первой пикировкой или перевалкой. Если же у вас перцы растут в стаканчиках на постоянной основе, то тогда первая подкормка должна осуществиться где-то день на 18-20. Это будет являться тем оптимальным сроком, когда необходимо провести первую подкормку. Если вы все-таки прибегаете к пикировке перца, то тогда предусмотрите наряду с внесением первой подкормки, внесение в грунт биологических препаратов на основе триходермы. Потому что именно препараты на основе триходермы стимулируют развитие корневой системы различного порядка. И чем интенсивнее будет развиваться корневая система, тем естественнее больше элементов питания сможет поглотить наше растение. Также для развития корневой системы в рассаде перца необходимо использовать минеральное удобрение с повышенным содержанием фосфора. Идеально для этого подходит монокалийфосфат, у которого содержание фосфора составляет порядка 50%. Есть более профессиональное удобрение, например, пикацит, который содержит фосфора порядка 60%. Но независимо от того, будет это монокалийфосфат или пикацит, необходимо взять порядка 1 грамма данного минерального удобрения, развести в 1 литре воды и при пикировке осуществить эту первую подкормку. Также удобрение монокалийфосфат или монофосфаткалия, как его привычнее называют в народе, содержит такой элемент, как калий. Он крайне важен и необходим нашей рассаде перца для того, чтобы повышать иммунитет и постепенно вырабатывать устойчивость к различным перепадам, например, температур и влажности. Таким образом, наша рассада будет подготовлена уже к постоянному месту выращивания. Если по каким-то причинам вы не найдете монокалийфосфат или пикацит, то в качестве фосфоросодержащих удобрений можно использовать, например, простой или двойной суперфосфат. Но необходимо понимать, что, к сожалению, эти удобрения будут много подкислять почву. А перец это то овощное растение, которое не любит кислой почвы. Оптимальная pH для развития корневой системы растения перца будет 6-7. Поэтому лучше суперфосфат исключить из списка тех минеральных удобрений, которыми мы будем подкармливать перец на стадии рассады. Ну а что насчет азота, спросите вы? В культуре рассады на первых этапах развития растений азот необходимо исключить или свести его внесение к минимуму. Для того, чтобы наше растение в первую очередь нарастило корневую систему. Потому что наверняка будет небольшое количество пользы от высокого верха и слабо развитой корневой системы. Но полностью исключить азот из списка тех элементов, в которых будет нуждаться наша рассада, также не приходится, поскольку и перец, и баклажаны относятся к категории тех овощей, которые любят азот. Как правило, недостаток азота начинает проявляться где-то после 30 дня от момента всходов семян. И очень хорошо это видно на семядольных листьях, на настоящих листьях. Когда листья начинают хлорозить, начинают желтеть, это может быть одним из признаков недостатка азота. Поэтому во вторую подкормку можно предусмотреть внесение азотсодержащих удобрений, но чтобы азота там было небольшое количество. Например, можно внести какое-нибудь комплексное удобрение с формулой 18-18-18 или 20-20-20. Также можно в качестве азота вносить аммиачную селитру, но желательно делать не сильно концентрированный раствор, порядка 5-10 грамм на 10 литров воды и во вторую подкормку внести это удобрение под наше растение. Также учеными всего мира установлен тот факт, что перец на протяжении всего своего развития требует магний. И в стадии рассады, и в стадии взрослых растений, и в фазе ботанизации, и в фазе плодоношения, иными словами, магний тот элемент, который постоянно необходим нашим перцам. Поэтому во вторую подкормку и в третью подкормку обязательно предусмотрите внесение такого элемента, как магний. Где можно найти магний? Например, хорошее содержание магния, это порядка 16%, будет находиться в таких удобрениях, как сульфат магния. Если мы будем совмещать азотную подкормку и подкормку магнием, то тогда будем брать по 5 грамм каждого удобрения, растворять их в 10 литрах воды и подкармливать наши перцы. Третья подкормка перца, которая проводится в среднем за 7-10 дней до того момента, когда мы переносим нашу рассаду уже на постоянное место выращивания, должна проводиться по мере необходимости. Мы осмотрим наши растения, определим, нуждаются ли они в подкормках, и в зависимости от внешнего вида и нашего решения, будем вносить или не вносить третью и финальную подкормку для перца на стадии рассады. Оптимальным вариантом финальной и третьей подкормки рассады перца будет какое-нибудь комплексное удобрение, которое будет содержать в одинаковых пропорциях азот, фосфор, калий. Как я уже говорила ранее, например, может быть формула 18-18-18 или 20-20-20. Также есть комплексное удобрение, которое содержит в своем составе дополнительно магний. Например, это могут быть удобрения торговой марки Кристаллон или Мастер. Как правило, третья или финальная подкормка рассады проводится в фазе 7-8 настоящих листьев. Наши растения уже достаточно крепкие, большие, поэтому можно немножечко увеличить количество тех удобрений, из которых мы будем готовить раствор. Иными словами, внести суммарно 15-20 грамм удобрений на 10 литров воды и пролить наше растение. Также не лишним будет совместить третью или финальную подкормку с внесением антистрессовых препаратов по листу. Можно использовать эпин, можно использовать циркон, можно использовать янтарную кислоту из расчета 2 грамма или 2 мл на 1 литр воды и вносить эти препараты совместно с минеральными удобрениями, но делать это по листу. Этот нехитрый прием, который не займет у вас много времени, подготовит наше растение к будущему стрессу, с которым он столкнется при обретении постоянного места жительства. На этом у меня все. Надеюсь, я ответила на вопрос, каким образом и какое количество раз необходимо ввести подкормку перца для получения отличного урожая. Оставайтесь на канале Процветок. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok